Привет, друзья! С вами Максим. В этом видео я приготовил для вас подборку инструментов сайта Алиэкспресс, которые вы реально оцените. А в конце, как всегда, конкурс. Поехали! Болтарес. Им можно воспользоваться для разрезания не находящихся под напряжением многожильных кабелей, цепных звеньев, дужек замков, гвоздей и прочего. Поскольку часто такие инструменты применяются и для отрезки арматуры, то встречается и параллельное их наименование – ручные арматурные ножницы. Графитовый тигель. Сосуд для плавки стали и цветных металлов имеет достаточно длительный эксплуатационный период. Хорошо противостоит окислению, термическому и механическому воздействию расплава. В состав формовочной массы, кроме графита, входит огнеупорная глина. Алюминиевые сварочные стержни с порошковым флюсом. Это низкотемпературная алюминиевая проволока, с помощью которой можно варить алюминий, цинковый, медный и свинцовый сплав, а также металл. По заверению продавца, варить можно даже при сильной коррозии или после нефтяного загрязнения. Кольчужные перчатки. Разработаны специально для защиты рук от возможных проколов и порезов в самых разных областях деятельности. К примеру, данный атрибут активно применяется на птицефабриках, в автомобильной, пищевой, химической и многих других промышленностях. Сварочная маска с подачей воздуха. Сварочные работы в условиях загазованной и запыленной среды, в ограниченных по объему замкнутых пространствах, требуют индивидуальной системы респирации. Для этого применяется сварочная маска с подачей воздуха. Такое устройство обеспечивает комплексную защиту во время проведения работ. Профессиональный заточный станок. Применяется для восстановления первоначальной геометрии передней части кромки сверла, заднего угла, а также восстановления перемычки. Подходит для выравнивания кромок сверл с диаметром от 3 до 13 миллиметров с возможностью контроля угла заточки 90-140 градусов. Краска пуль без воздушного распыления. Широко применяется в автосервисах для кузовной покраски. В основе конструкции аппарата лежит принцип дробления. Краска таким образом быстрее высыхает и распределяется по поверхности без резких переходов. Многофункциональные кусачки. Их используют для разрезания проволоки или проводов. Резки шплинтов и гвоздей. Многократное использование в заводских сборочных линиях. Резки проволочного ограждения в сельскохозяйственных условиях. Винтовой крючок для вязания арматуры. Захлестните петлю и концы, после чего потяните на себя. Пластиковая рукоять будет зафиксирована в руке, а сам крючок начинает быстро крутиться, надежно затягивая петлю. Аккумуляторная дисковая пила. Инструмент имеет небольшую массу 5 кг и отличную эргономику. Мощности двигателя и скорости вращения достаточно для решения большинства строительных и столярных задач. Электрический лобзик деку мощностью 800 ватт. Переключатель скорости можно установить на 1,6 позиций, причем переключение можно производить не выключая инструмент. Угол наклона пилки можно установить в одном из четырех положений в зависимости от цели применения лобзика. Кондуктор для врезки дверных замков. Модель спроектирована для фиксации кондуктора на дверное полотно посредством струбцин. При этом обеспечивается центровка фрезы. В каретку запрессованы два радиальных подшипника и зафиксированы стопорным кольцом. Термостойкая изолента. Помимо эластичности, хорошей прикрепляемости, устойчивости к действию воды и химических реагентов, демонстрирует возможность благополучно переносить высокие и низкие температуры. А ленточная насадка. Данное приспособление работает с кассетами шурупов, что значительно ускоряет процесс монтажа. Установив эту оснастку, не нужно будет каждый раз брать новый шуруп и прикладывать к бите, крепежный элемент будет подтягиваться автоматически после закручивания предыдущего. Киянка. Своим внешним видом она напоминает молоток с увеличенным бойком, выполненным не из металла, а из дерева и резины. Используется в кровельном деле, сборке и разборке мебели, для укладки тротуарной плитки и другим материалом восприимчивым к сдавливанию. Мини-газовые горелки. Гибкие шланги соединяются с любым стандартным регулятором давления, включает 5 сменных факелов, которые обеспечивают широкий диапазон длины пламени и тепловой мощности для различных металлов. Направляющая для резки плитки под углом 45 градусов. Сегодня модным трендом является оформление углов без использования пластиковых уголков. Для этого делается запил плитки под 45 градусов. Такая резка имеет различное название. Одно из них – кремлевский угол. Электроотвертка. Надежность у нее даже при постоянном использовании на всю катушку достойная. Развивая до 9 ньютон метр крутящего момента, она отлично подойдет тем же сборщикам мебели. К тому же с ней в комплекте сразу идут эксцентриковая и угловая насадки. Утюг для ПП-труб. Паяльник нагревается до высокой отметки 260-300 градусов. Из-за нагрева накаляются расположенные с обеих сторон матрицы, а ниже насадки. С помощью одной насадки осуществляют плавку наружных частей трубы. Другая же способствует прогреванию внутренней части. Набор для самостоятельной перестановки мебели. Вам понадобится лишь приподнять мебель с помощью рычага и подложить под каждый угол транспортную платформу с вращающимися колесиками. Друзья, хотел напомнить вам про нашу группу ВКонтакте, в которой публикуются результаты проходящих на канале конкурсов. Также там много интересных товаров с Алиэкспресс, которые, возможно, вам будут интересны. Ссылка на группу в описании. А теперь конкурс. Разыграем 200 рублей на счет телефона или вебмани кошелька. Условия конкурса – поставить лайк, быть подписанным на канал и оставить любой адекватный комментарий. Результаты через неделю в группе ВК. Подробности и ссылки есть в описании. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok